всем здравствуйте меня зовут анастасия и вы на канале мир сквозь перцы ну что начинаем новую неделю понедельник сегодня какой у нас 7 число 7 июня 21 года я вышиваю по-прежнему свою дубовую рощу понедельник вторник и среду это напоминаю идет у меня какой 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 12 лист и осталось у меня четверть 12 листа здесь у меня до вышивая его и перейдем к завершающие уже полосе это третий ряд его закончу и начнут 3 3 ряд так чё я сейчас наговорила это я второй ряд вышиваю да и перейду на третий ряд уже будем видим можно так сказать на финишную прямую так ну вот что у меня что он предстоит на этой неделе вышивать ближайшие три дня вот этот участочек не знаю сколько это тут в крестиках один ну тысячи полторы где-то примерно не так думаю так ну вот напомнила вам с чего я буду начинать и с чем мы потом сравним по истечении трех дней до не знаю как на этой неделе будет получаться включаться у меня сейчас у меня тут тоже будет беготня небольшая работа все как у всех все как обычно но все поехали дальше ну вот что вышито за понедельник очень мало сейчас у нас такой ну как сейчас он постоянный такой вела текущий ремонт поэтому отвлекаюсь постоянно что-то делаем 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 переделываем и опять переделываем и опять доделываем и опять переделываем на ремонт такие у всех или только у нас ну вот что осталось вышить вот этот участок думаю тут в районе 1000 крестиков осталось и все и перейду уже на следующий ряд у нас самый нижний и последний но перейду еще этот недоушевала уже перейду до следующего включения ну вот я закончила 12 лист у меня прям переполняет а счастье такое как будто я всю работу закончила но все сейчас я буду разворачивать работу разверну ее полностью сфотографирую сниму вам видео в развернутом виде и приступлю к тринадцатому листу блин у меня такое счастье вообще капец я начну последний ряд я начну последний ряд я вышла две третьих работы все сейчас я разверну буду показывать ну вот она моя красотка такая она получается какая красота так замятую канву я расшаркиваться не буду вот такая красота получается все выше то две третьих работы блин ну мне очень нравится очень красиво все таки на китайцев нельзя нельзя сказать что китайцы что-то делает плохо может что-то есть но по крайней мере вот этот набор дубовую рощу они сделали очень класс классную красивую яркая сочная прям зелень солнце такой прям знойный день да но все сейчас будем низ делать вышивать где-то там лужа должна быть будем искать буду искать на конве эту лужу когда она мне появится и проявится да не скоро наверно будет ну надеюсь что концу лета я и вышью все таки куда осени свою красоту дубовую рощу но все пошла за 13 листом до размечаю вот этот угол под 13 лист и буду вышивать вот этот последний ряд все мы вышли на финишную прямую ора так сейчас я сфотографирую сразу для инстаграма для совместником сп вышивая китай ну все до следующего включения ну что финишная прямая начала 13 лист сегодня у нас вторник какое число надо запечатлеть на память вторник 8 июня сегодня и завтра я еще что тут по вышиваю ну в общем начало положено начало третьего ряда последнего ряда последние третье этой работы дубовой рощи ну все вышиваю ну вот то что я она вышивала за три дня вот конкретно этот участок это вышита за среду а вообще за три дня я закончила 12 лист и вот начала 13 ну в общем двигаемся к завершению уже ну еще конечно вышивать много ну скоро все-таки закончу вышивать я свою дубовую рощу я уже прям чувствую вижу скорый финал ну все переходим к химере 9 июня вернее 10 простите июня то что начну вышивать сейчас сколько смогу насколько сил хватит так так ну вот покажу что я тут на вышивала за вчерашний день вчера была у нас четверг какое вчера было 9 июня ну вот здесь я вышила 1200 крестиков примерно ну вот сейчас уже тут начала но сегодня конечно столько не вышью у меня сегодня там работа много ну вот так получается ну как бы особо рассказывать нечего туман туман хотя вот здесь вот я могу сказать вот этот вот здесь было более-менее легкий участок вот здесь вот эта вся мешанина в елке была не очень простой здесь было много одиночек там двушек трешек ну как бы здесь не просто есть такая мешанина присутствует ну в общем вот так получается будем дальше ждать как будут прорисовываться наши елочки и в конце концов когда-то уже дойдем и до крылечка да но это еще не скоро так ну вот надо же снять химеру что я тут на вышивала за три дня четверг пятница и суббота в общем это у нас какой уже получается девятый лист вот эта половина девятого листа вышита сейчас на следующей неделе и вот это надо до вышивать и вот это ну когда вышивать я еще это не вышила туда вышивать еще следующее уже говорю ну в общем вот так получается по большому счету неплохо красиво интересно вышивать по-прежнему все так же легко будем работать будем вышивать ну не знаю что тут еще рассказывать уже сто раз все рассказала единственное могу сказать показать какая красота получается и все и буду продолжать вышивать на следующей неделе в совместном отшиве у химера я уже отчиталась выставила фотографию и будем работать дальше ну и что у нас по новослободе вот приступаю я сегодня воскресенье у нас какое 13 июня вышивается вот этот участочек закончим мы эту половину половину всей работы ну вот завышила я тут уже пришлось мне накладывать сверху голос потому что много было всяких разных посторонних шумов и вот так тут я проложила бэк как смогла фрузилки опять у меня не получается крутить это отвратительная канва она очень мягкая какая-то рыхлая я не знаю она как вата просто в нее проваливается все хотела я снежинки болгарским крестом вышивать но невозможно короче говоря психанула я не буду я крутить эти фрузилки лепить снежинки не знаю мне кажется даже если я начну как бисер пришивать мне кажется даже бисер будет проваливаться в эту канву ну вот это я начала тут еще хотела продолжить но потом у меня уже не хватило никаких нервов один день в неделю все больше я не могу выдержать эту работу у меня промашь все нервы на пределе когда я вышиваю отвратительная канва эти нитки единственный плюс этих ниток то что они не скручиваются и узлы не вяжутся там барашки эти не закручиваются ничего но они очень тонкие для 16 канвы не знаю мне кажется они никак не подходят только для 18 они светят безбожно но тут я пыталась не знать это наверно сейчас будет снять поближе но комнате темновато не очень видно но вообще просвечивает очень сильно ну и короче говоря что я хочу сказать сейчас я в конце повставляю несколько фотографий тех схем схемы уже готовые это все реальные схемы некоторые у меня уже купленные какие-то будут точно вышиты какие-то будут так как сказать мне очень нравится гипотетически я бы их вышила ну короче говоря сейчас я вам покажу такие картиночки можно сказать такие как затравка не затравка да как в общем показать что потенциально дальше в будущем вы сможете какие работы увидеть на моем канале ну так не знаю навряд ли я буду говорить какие-то что-то там в крестиках в производителях я потому что сейчас точно не помню все это скрины с уже готовых схем так это я сейчас здесь вам пыталась показать как просвечивают крестики ну в общем так что я все сказала что хотела да сейчас я покажу вам поставляю эти фотки посмотрите что вам поможет быть понравится что в дальнейшем будет ли вам интересно смотреть мой канал и если будет если вы еще не подписаны то подписывайтесь конечно же ставьте лайки дизлайки пишите комментарии буду всех ждать всем рада ну и давайте посмотрим на будущие мои работы или гипотетически будущие мои работы и еще хочу сказать такие вставочки я буду делать наверное в каждом в конце каждого видео потому что я буду их показывать по чуть-чуть по несколько штук схем припасенных у меня там очень много из тех которые я хотела бы вышить тоже очень много эта схема от смолты она уже куплена эта новинка по моему буквально прошлой неделе как я только увидела этих дельфинов сразу я захотела их купить но такая красота это просто невозможно кот бегемот от химеры просто у меня потряс вообще я тоже у когда увидела в новинках я просто обалдела и я его конечно же вышью если не в следующем году то через год точно потрясающие розы какая красота какая нежность я не знаю акварельность просто чудесная они мне очень подойдут спальню я хочу их вышить и повешать картину эту спальню такие чудесные красивые свежие розы знаменитый сюжет золотое руно так и такую работу выпускает это по моему тоже у смолты я видела хочу ее вышить по иллюстрации надежды стрелки на насколько понимаю дом с призраками есть такой сюжет и у химеры и у хоеда у хоеда в открытом доступе у химера можно купить дом с призраками а дом с привидениями называется вообще с ума сойти как он мне нравится ну вот такая лошадка красивая коль коняшка лошадка ну и на этом все всем спасибо такие работы вы сможете увидеть на моем канале если подпишетесь в дальнейшем ну и до новых встреч всем пока